Итак, вышел 6 марта новый выпуск статьи на этой неделе в Банжи. Последний выпуск в этом сезоне. В течение самой недели тоже были кое-какие новости, так что поговорить о них точно стоит, тем более, что новой информации появилось немало. Знать её важно любому стражу. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни. Запомните уже, а то повторять переходится в каждом ролике. Что ж, начнём. Сотрудники Банжи заверяют, что эти трагичные обстоятельства не повлияют на релиз нового сезона и он выйдет в срок. Оно и понятно. До релиза осталось меньше недели. Ясен, понятен, что всё уже готово. И всё, что делается сейчас с контентом нового сезона, это полировка, тесты и срочные работы по изменению правил испытаний Асириса. Это решение офиса уже даже прокомментировал небезызвестный Джейсон Шрайер, написав в твиттере Это очень круто по многим причинам, одна из которых заключается в том, что использование удалённой работы во время разработки игр затрагивает одну из серьёзнейших проблем в игровой индустрии. Непостоянство. Очень многие люди перегорают, когда перемещаются по новым городам. Слишком сильно влияет новый вирус на наш привычный образ жизни, так что и вам, и разработчикам желаю не болеть. Берегите себя, своих близких. До свидания. Новости про Трайлс. В первые выходные мероприятия бонус от силы артефакта будет учитываться. Да, сказали, казалось бы, всё. Сначала говорили, что каждая единица силы важна, потом, что бонус от силы артефакта уберут. Люди спорят, 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 но вот новая инфа и анонсы. В первые выходные, когда режим откроется для всех игроков, бонус от силы артефакта всё же будет иметь значение. Будет влиять. Связано это с технической стороной вопроса. Чё-то там починить не успели, код не переписали, а релиз вот он. Изначально всё же разработчики бонус артефакта предполагали и настраивали плейлист с учётом этой системы. Но то, что потом его зачем-то отменили и занытья в планы не входило, а значит и поменять оперативно не так просто всё это. Но, разумеется, за 4 дня ничего толком не прокачать, так что, ну, учитывается и ладно. Кроме этого, Банжи сообщили, что ты, дорогой зритель, можешь выкладывать свои монтажики и нарезочки из испытаний Асириса в Твиттер с хэштегом Trials Returns. Ну, это испытания возвращаются по-русски, если. И тогда, если ты там покажешь что-то совсем богоподобное или смешное, не знаю, то разработчики тебя заметят и наградят специальной эмблемой за ролик недели и включат твой кинофильм в следующий выпуск еженедельника. Так что, дерзай. Сообщили новый софткап и хардкап силы. Кроме этого, рассказали нам и о том, как будет крепнуть сила наших стражей. Кап уровня силы в новом сезоне увеличат на 40 единиц. Это выходит до 1000. Если углубиться, то максимальный уровень силы мощных шмоток теперь повышен до 1000, а пиковый уровень силы до 1010. Это то есть весь тот лут с активностью, в которой ты почему-то не ходишь. Рейды, Trials и все вот это вот. Новый софткап 950. Минимальный пауэр-левел со стражами, ниже которого даже общаться зашкварно. В общем-то, для поддержания интереса и увеличения количества источников мощного лута, к середине сезона добавятся новые активности, способные наградить вас пиковым снаряжением. Будут недельные рубежи налетов, горнила, гамбита и клана. А, и еще нас там где-то грандмастер Найтфол поджидает, так что развлекалово будет мама не горюй. Ну, какие новости любят стражи больше, чем новости про ПВП режимы? Конечно же, про внутриигровые транзакции и донат. Так вот, один из лотов с витрины лавки ТЭС уберут те самые яркие энграммы. Раньше их можно было за кровную денежку из реального мира купить, распечатать, получить рандомный танец или проекцию призрака и показать родителям, мол, вот, папа-мама, смотрите, на какую херню я слил ваши 5 баксов. Теперь все. Рандомный дроп в прошлом, видимо, энграммы пользовались так себе спросом, мы хотим, чтобы игроки знали цену той вещи, которую они хотят и были уверены в том, что они ее получат, сообщают Банжи. Ну, мы таким изменением можем только порадоваться. Никакого кота в мешке, а только красивые вещи, которые ты сам и выбираешь. Пул комплектов брони, выпадающих из легендарных анграмм, увеличен с 3 до 11. Да, Банжи приложили вот такое красивое изображение с сетами брони, которые будут выпадать из фиолетовых анграмм. Помимо тех, что появлялись в игре во втором и третьем году, теперь в пуле есть сеты от каждой из трех городских фракций. Мертвая орбита, культ грядущей войны и новая монархия. Гонка фракций древний ивент из первого года игры уже давно забыт, а награды с него лежат в базе без дела. Теперь вот могут радовать новоприбывших ньюлайтовцев. Ну а если вы дед и играете в игру больше чем 2 года и с этой фракции вы собирали в первом году, то вы можете применить украшения этих сетов на другую вашу актуальную легендарную одежку в виде орнаментов. Этому ура, мне вот очень нравились сеты от ФВЦ, так что я рад. Кроме этого, шмоткам из анграм увеличено количество характеристик, а из высших анграм и тем более будут падать части брони с нормальными статами. Прямо как из Ямы Ереси, наверное, если ты понимаешь о чем я. Опубликованы итоговые изменения в экзотической броне. Они затронули как ПВП, так и ПВЕ. Если вы еще не устали от новой информации, я понимаю, с непривычки можно охереть. Тут вот вам еще действительно важного привезли. Информация в балансе экзотических шмоток. Их много, но зачитаем главное. Я Хантмейн, так что с охотников и начнем. Значит так. Морозники. Экзотический перк больше не стакается с другими аналогичными перками. То есть, если ты наставлял модов на классовую способность, то все, снимай. Бесконечному инвизу больше не бывать. Еще одни сапоги. Орфеи. Казалось бы, их-то за что? А есть за что, считают в Банже. Максимально возможное количество получаемой энергии суперспособности теперь 50%. Ну правда, а то че вы бедных трали и все связываете и связываете. Были в первой части у меня такие любимые перчатки Хребет Молодой Ахамкары. Во второй части они толком не нужны, но если тебе нужны, то радуйся, радиус взрыва трепмайнов увеличен на 14% благодаря перчаткам. Экзоты для Титана как изменились? Пепельный обряд. Убийство плазменной гранатой дают энергию гранаты. Количество получаемой энергии зависит от уровня врага. Ну то есть, ждите нерфа, а то слишком быстро откатывать будут грену. Дальше, идущие по дюнам. Радиус цепного заряда увеличен с 12 до 20, что бы это ни значило. Титаны, разберитесь там, хорошо это или плохо сами. Одноглазая маска. Ха! Да, полностью убран трекинг целей через стены. Его заменили подсветкой цели. Полностью убран бонусный урон при убийстве помеченной цели. Ну а овершилд возвращается, но время действия уменьшено с 8 до 6 секунд. Короче, выкололи оставшийся глаз Титаном. Получили, так сказать, и вилкой, и не вилкой. Поговорим о варлоках. Точнее, об изменениях экзотиков. Для них, чё там про варлоков-то самих говорить. Что наворотили банджи, обожествляющая вуаль. Теперь этот экзотик будет гарантированно иметь 16 единиц интеллекта. Что, надо сказать, довольно заметная цифра. Особенно для и без того высокоинтеллектуальных варлоков. Мантия Кровавая Алхимия. Давал вуллхак, больше не даёт. Экзотик полностью переработан, новый перк называется Кровавая Магия, из Линейдж, походу, спёрли название. Благодаря ему при убийстве врагов в Расколе останавливается таймер действия Раскола. Как долго, неизвестно. Перчатки и без того чудесный змеевидный аспект стали ещё чудесней. Дистанция ближнего боя будет увеличена во время любой атаки ближнего боя. Но разве не красота? Ну и экзот тут есть ещё какой-то лик правды, кто его знает вообще и носит. Получаемый баф от экзотика увеличивает урон гранат на 10% за каждый стак. Зачем? Что? Кто просил? Никто? Ну ладно. Вот. Такие новости. По-моему, всё самое важное я обозначил. Может быть, о чём-то забыл, но вы внимательно сразу напишите об этом в комментариях. Не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До связи!